Группу беженцев из Палестины, прибывших в Карачаево-Черкесию, в сопровождении специалистов экстренных служб реагирования нашей республики, отвезли в Тиберду. Как гости устроились в живописном уголке нашего региона, узнала наша съемочная группа. Репортаж Аллы Динаевой. В Тиберду, преодолев длительный путь, прибыли 40 беженцев из Палестины. Большинство из них – женщины и дети, самому маленькому ребенку всего три месяца. Их разместили в гостинице. Наша съемочная группа застала граждан сектора газа за обедом. Махмуд Шаббат хорошо владеет русским языком, потому что он учился и жил в России. Я учился в Крыму на врача, и там и работал. И недавно уехал к себе, я давным-давно не увидел свою маму, думал встретиться с ней. Я туда уехал в июле месяце. Буквально два месяца побыли с ними, и потом война началась. И, к сожалению, с 8 октября я свою маму и своего единственного брата не видел. Хотя мы все в секторе газа, как один город. Но мы не смогли увидеться из-за того, что Израиль запретила. Ну, там они разделили сектор газа на 3-4 части. Они в одной части, а я во второй. Аж хочется плакать. Ну, надеюсь, что все наладится. Дай Бог. Выехали через Египет, добирались самолетом, поездом на автобусе. Путь до Цибирды был длительный, рассказывают беженцы. Наши братья, наши друзья россияне нам очень хорошо помогли. Доброжелательные, милые. Во всем, даже детям носили туда-сюда на руках чемоданы. Мы практически, можно сказать, даже ничего не трогали. Да, спасибо им огромное за такую приятную помощь. Война украла улыбки наших детей, говорит женщина из Палестины. Мы, взрослые, очень переживаем за наших близких, которые находятся в секторе газа. У Рана Мухана там остались трое детей и муж. Их не выпустили, потому что их не было в списках. И такая ситуация у каждого. У кого-то там осталась мама, у кого-то брат, у кого-то муж, а у кого-то дети. Я даже не знаю, к кому можно обратиться, чтобы решать эту проблему. И действительно забрать их оттуда. Чем быстрее, тем лучше. Потому что там, как я вам сказал, в каждый момент, в каждую минуту мы ожидаем все, что не хотим слушать. Поэтому я надеюсь, у кого есть возможность, кто может нам помочь, решить эту проблему, забрать своих родных оттуда. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики создана рабочая группа, куда входят представители министерств и ведомств, которые занимаются вопросами социально-бытового устройства беженцев. Вы наши гости. Гости. И чувствуйте себя как дома. Мы все для этого будем делать. Будем делать. Ни о чем не думайте, не переживайте. Все, что вам надо, мы будем привозить. Чтобы вашей жизни ничего не угрожало, мы все сегодня в масках. Не потому, что мы вас боимся. Мы, наоборот, очень рады и хотим разговаривать с вами без масок. Но для того, чтобы никакой угрозы вам не было, и вы и ваши детки не заболели, первые 10 дней мы будем с вами встречаться в масочках. Чтобы принять эту группу людей, заблаговременно шла подготовка. Сейчас для гостей созданы комфортные условия пребывания с трехразовым питанием с учетом пожеланий прибывших. Подготовлены молельная комната для взрослых, для детей – игровая. Для жителей Палестины налажена круглосуточная медицинская помощь. Организована работа психологов, переводчиков, сотрудников миграционной службы. Мы ваши пожелания уже сегодня начали прорабатывать. Точных механизмов сейчас нет. Но обратиться от вашего имени в МИД мы обещаем, письмо мы напишем. Нужно немножко времени. Сейчас нам нужно научиться общаться друг с другом, сказала Динара Камурзаева, а потом… После того, как пройдет карантин, мы начнем прорабатывать вопрос, как вас обучать. Деток учить русскому языку, вам тоже помогать узнать язык. И когда уже дети начнут говорить по-русски, мы начнем процесс обучения. Сейчас, если получится, то уже и учиться будем сразу параллельно с преподавателями арабского языка. Ну, если дети в этом нуждаются, посмотрим способности, возможности. Обучение будет обязательно проходить. Мы никого не бросим, все дети будут учиться. Детвора впервые увидела снег и очень обрадовалась. Сейчас жители Палестины на временном карантине, а когда он завершится, им покажут нашу красивую республику. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия.